господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 778 события дня эпиграф книга порока даниила 11 глава 27 стих потому что конец еще отложен до времени то есть это начала болезни за 30 января 2018 года довольно необычные в это событие были дело в том что накануне вот вчера утром я ночью только что выставил один ролик и ролик очень необычный вот выставляю поэзия библейские мотивы происхождение вот этих роликов тоже необычное там где-то восьмидесятые годы я был в грузии мы были мы у наума израиль еще борщукова гостили он еще и священник не то но уже был православный ему хотелось показать тоже что-то важное такое есть пошли мы нас приняли у патриарха или и второго мы побыли сфотографировались эта фотография у нас стоит патриарх еще живой володя пенкин с нами был нас сколько-то человек было там как правило мы ездили очень далеко работали моста поезде 140 и бесплатный билет был в один конец страны на им один конец страны брали родители во фронте живут а оттуда по средней азии переплывали каспийское море но и дальше везде все были грузии проезжали одессу украину всю дальше прибалтику это все в один конец у нас считалось до ленинграда и дальше разворот только делали это в один конец и нам такая льгота была нас человек 6 ездила это все они не случайно так было помню то мы приехали когда в тбилиссе были но нас повел он баптистов когда-то к был или каялся там не знаю и там нас приняли очень хорошо какое-то было у них дядя гога это георгий пресвитер лежал больной очень интересный человек у них с патриархом или была договоренность в ней главный храм у православной сегодня вот как еллаховский собор тогда был или сейчас храм христа спасителя и в нем этот баптист дядя гога проповедовал а у них приходил священник и у баптиста проповедовал вот такая была обстановка но я попутно все это захватываю но однажды одна бабушка подошла к нему и говорит а ты почему не по форме одет это это всего слова нового он не в подряд стеки было может еще и в галстуке был где-то а ну-ка перекрестись а он и не ожидал такого подвоха то она правильно бабка то сделала и не подвох это был вовсе я горки перекрестила она не перекрестился она тогда обратилась и до того вы слушаете антихриста приняли он антихрист самый настоящий он был сильно болен и говорит как я сейчас жалею наверно уже кое-что он услышал от наума израилевича и я бы сейчас и перекрестился и одежду отделал им все как надо лишь бы только приняли благую весть нес им какую же ошибку то допустил он сокрушался но он уже не встал болел и умер и вот наум меня повел к одной бабушке и говорит бабушка интересная такая старенькая у ней книжки есть а какие я не знаю и вот эта бабушка она показала книгу большого такого формата как вот сейчас псалтырь издают на русском языке черном перед таком переплете так она кажется еще больше по объем называется библейские мотивы и я не знаю сейчас сколько там было но больше ста очевидно гравюры гестава даре и на каждую картину стихотворение там а пухтин и алексей толстой и виктор юго и державин и кого-то ну подобрано было очень хорошо конечно черно-белом свете не светлое где-то у меня говорится просто возгорело сердце поймет иметь такую книгу ну как я стал спрашивать баба не могли бы нам книгу да нет 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 там а может у нее родственники были а сама сухонькие старенькие и молится веня баптистка она была своими словами умела молиться мы побыли мы у ней ну еще там прочитаешь что в гостях но картины и вот найти эту книгу можно она была тогда но выше на улицу то я говорю остановился на ум я говорю меня ноги не идут отсюда а что такое книгу эту надо мне достать но как достанешь она не да и не даст мы пойдем еще раз я буду говорить с ней и буду просить вот а ты молись помогай вот пришли мы к ней что-то забыли я груда забыли баба книгу вашу взять она так на книгу досмотрит это я бы давай рассудим так ты старенькая и неизвестно кому книга тата твоя попадет она в одном экземпляре больше нет ее надо издать перекопировать ну картины то это можно найти а стихотворение их надо переписать там тогда не было что ксерокса ничего этого не было там где-то восьмидесятых годах может быть еще и раньше немножко вот какое дело я грубо вот его благословила ее на мамы бы книгу то эту начитали перепечатали а потом бы назад вернули и она согласилась я говорю а теперь давайте помолимся что ты добровольно отдала книгу чтобы ты своими словами выразила что ты благословляешь и и рада и что отдаешь эту книгу чтобы она размножилась и мы стали на колени и она стала молиться и все это было записано эта пленка потом вышло так эти стихи были начитаны когда я стал смотреть я стал в каждом стихотворении вникать а события да библейские они мне хорошо известны ну кто должен считать одно стихотворение другой я взял вот это я могу насчитать то давай там считать там близкие друзья знакомые ну но вижу нет не то тогда целая а такая сказать акция была образована проведенная я дал сигнал в некоторые города в театры пойти если там мастера художественного слова ну нашли там возле старенький должен считать возле женщина такая-то по такой интонации то есть как вот режиссуру пишут я все это наказал и стали искать и нашли кое-кого но главное то удачно выпало на меня театр музыкальной комедии кажется называется алтайский он там был бийский соединили с горноалтайскими потом центром сделали барнаул и там теперь я уже не могу сказать кто вывел меня на вчинникова эдуарда дмитриевича заслуженный артист рсфср звание такое было тогда это значит очень от яхонтов считает тогда были ну и можно посмотреть но он считает намного лучше всех выше его по чтению я никого не нашел и вот я этот ролик то поставил только вчера вышел он у меня утром а получилось так что это последнее кажется каждый ролик по потора часа а те материалы стояли у меня на сайте стояли больше десяти лет уже наверное и теперь когда нашлись люди это его выстрел кажется кричков андрей с америки чтобы перевести вот тот pdf там то и не знаю я как это не считает не слушается чтобы вывести на видеоканал она там тогда любой может на видеоканале не надо никаких там особых программ и он так и сделал я стал слушать и услышал опять этот голос вот сейчас вы прослушайте его он заканчивает там одно стихотворение о вимелех когда его женщина сбросила жерна проломила голову то а потом будет считать фрук вот я потом покажу на основании к чего и этого фрука покажу вам то есть я маленько подготовился ввести вас в это и почему я вчера был в музыкальном этом как создать кинотеатре не кинотеатра ну тут алтайский краевой музыкальный театр что-то такое вот сатиры там и прочее вот и я уже знал что его живого нет он к нам сюда приходил на ползунова шесть эдвард дмитриевич считал а потом он приходил ко мне на дом и многие стихотворения он прочитает тот сами теперь послушайте он заканчивает и будет читать главное там тут написано дочь ефая овчинников и дар дмитриевич а потом мы под внизу прочитаем я попрошу от них это андреевича брата нашего просчитать с выражением вот послушайте тимом и огнем несут смолистые вязанки армелех столик врагов и вдруг из рук израильтянки скатился мельничный жернов десницей женской иегова братоубийцу поразил душа его предстать готова на грозный суд пред богом сил я умираю смерть склонилась и смотрит сумрачно в глаза о как нежданно разразилась неумовимая гроза но пусть мой дух неукротимый стоит бесстрашно унижи орновец мой любимый широкой месть мой обнажи пронзи меня пусть черной тучей затмится взор рубись плеча твой царь могучий погиб как воин отмечал рук дочь иевпая двора вот мы сейчас посмотрим снова дочь иевпая не все это знают что такое так вот я здесь делаю составку эдуард дмитриевич алтайский театр музыкальной комедии вот как называется там он был 64 по 90 год ну 64 по 90 год это же что получается 20 60 70 ну да 26 лет он работал давайте о нем прочитай кто он такой эдуард дмитриевич был мне близко знаком я говорю про меня и приходил к нам на дом город барнаул 16 по улице 2 строительная 62 16 где по моей просьбе начитал многие стихи различных авторов из книги библейские мотивы эдуард дмитриевич мастер художественного чтения высокого ранга позже где-то около 2000 года он приходил к нам на улицу ползунова 6 ползунова 6 город барнаул где наш православный храм крестовоздвиженской общины РПЦЗ в частном доме сохранился снимок общий во дворе с ним его чтение ныне можно свободно слушать на нашем видеоканале ссылка идет здесь 4 видеоролика под одинаковым названием поэзия библейские мотивы и номера 1 2 3 4 на которых остался труд эдуарда дмитриевича можно к примеру прослушать номер 4 дочь ефая фруга без слез невозможно слушать и ссылка идет сюжет из святой библии книга судей 11 глава стих 30 и дал эфая обет господу и сказал если ты предашь амонитян в руки мои то по возвращении моем с миром от амонитян что выйдет из ворот дома моего навстречу мне будет господу и вознесусь на все сожжения и пришел эфай к амонитянам сразиться с ними и предал их господь в руки его и поразил их поражением весьма великим от ароера до аменифа двадцать городов и до авель керамима и смирились амонитяне пред сынами израилевыми и пришел эфай в массиву в дом свой и вот дочь его выходит навстречу ему с темпанами и ликами она была у него только одна и не было у него еще ни сына ни дочери когда он увидел ее разодрал одежду свою и сказал ах дочь моя ты сразила меня и ты в числе нарушителей покоя моего я отверз от тебе уста мои пред господом и не могу отречься она сказала ему отец мой ты отверз уста твои пред господом и делай со мной то что произнесли уста твои когда господь совершил через тебя отомщение врагам твоим амонитянам и сказал отцу своему сделай мне только вот что отпусти меня на два месяца я пойду взойду на горы и оплачу девство мое с подругами моими он сказал пойди и отпустил ее на два месяца она пошла с подругами своими и оплакила девство свое в горах по прошествии двух месяцев она возвратилась к отцу своему и он совершил над нею обед свой который дал и она не познала мужа и вошло в обыча у израиля что ежегодно дочери израилевы ходили оплакивать дочери фая галадитянина четыре дня в году ну то смотрите когда начинаешь это слушайте по сегодняшний день спор что он совершил над ней обед причем тут девство то два раза пошла оплакивать девство и здесь не познала мужа своего иные считают что просто она была как монахиня посвящена богу но она говорила что я ее принесу в жертву вот и его тресли все сожжения все сожжения все сожжения то куда теперь деть то и считается что она была заколота но вот как Аврааму прямо сказано было принеси в жертву то он нож взял и так картину рисует здесь пытаются что то по другому кто то объяснять не знаю тут прямо все сходится на то что она была принесена в жертву никаких отговоров все сожжения в жертву ну и вот теперь мы послушаем дальше как это случилось это большая история 11 глава как он пришел к власти как он был как его призвали ну на фронт идти никто не идет Кутузова надо было избрать вот эта картина была дальше вот теперь послушаем и дважды сходила заря золотая над спящей безмолвной землей лисы и поля пробуждали блестали душистые алмазные росоли двора за палящим полуденным дноем лиса и поля обливали и дважды прибрежные скалы при воене холодной волны затопляли и дважды свирели пастушек звучали подгул отдаленного стада и черные звезды щекотко мерстали и вино ночи прохлады а в мрачных полях арраэра и пела все та же борьба роковая как львы разберенные бульно и смело стремились войска и ефая он шел перед ними грозою дышали его боевые знамена два дня перед силой могучей стояли и рухнули рати аммона их трупы на мрачных полях дровоздятся вожди их поникли в печали их башни разбиты их села дымятся фасады пустынью стали погасла заря на кровавое поле спускается ночь голубая и с пляской и пеньем пирует на поле победная рать и ефая под под пышным шатром на коврах разноцветных израильской вождь отдыхают на светлом теле и во взорах приветных сознание победы сияет изгнанник забытый придробкой толпою подъемлет он посох державный в кругу полководцев спокойной стопою он шествует гордый и славный окончена битва когда заголится заря над уснувшись землею с добычей пределом родным возвратиться он с ратью своей боевую под семью родную спит дочь и ефая прекрасные очи закрыты спокойно колышется грудь молодая и пышут румянцам слонит в кинистом саду по кустам благогонны поют соловьи предгорёли из тёмного стойла полянам зелёным верблюдицы вышли чередури за ним отары с весёлым влиянием дорожную пыль подымая за чистую радостью гордым сознанием заисклился взор ефая ты тихо склонившись он шепчет молитву господь мой твердым светал ты шёл предо мной ты вёл меня в битву отвагой мой дух укрепляя мой мир закалил ты подмолнией жгучей мой щит оковал ты грозою от вражьего взора скрывал меня тучей и рухнул мой враг пред тобою звездой незакатной победа мне светит в нем лишь мне владыка вселенной пусть то что нас первым на родине встретит зайдёт на алтарь твой священный и пусть в заповедном дыму всесожжение над звёздному трону взлетая раба твоего вознесутся моленье господь мой твердыня святая смените шатры и в дорогу туманом клубятся поляны степные верблюды и кони идут караваном с добычей в пределы родные и шумно в раздолье синеющей степи течёт боевая дружина звенят и сверкают запястья и цепи на смуглой груди бедуина тимпаны трубы гремят над полями и взрывы весёлого смеха гремучими гулками льются волнами будя отдалённое эхо пред шумной дружиною пёстрой толпою блестящих вельмож окружённый на белом коня золотою уздою виднеется вождь непреклонный кипучим весельем кипят его очи и щёки румяные рдеют в таинственном мраке бледнеющем ночи уж горы родные чернеют живее кричит он живее родные гремите раскатные хоры привет вам луга и поля золотые привет вам ливанские горы туман поднялся над землёй пробуждённый полнеба залито зарёю чьи крики несут призвощи зелёной чьи песни звучат над горою зачем поблюднел победитель о горе по дочь 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 дорогая к нему она первая вышла в просторе звучит её песня живая коцу простирает она свои руки за гриву коня ухватилась и криком отчаяни ужас муки широкая стечь огласилась обратно дитя моё боже уже ли жертвою быть замолчите разбейте тимпаны разбейте свирели рыдайте во прахе мопите не я дочь мою дочь я веду на закладе невинную кровь проливая за вашу победу я дал обещание о дочке мою дочке дорогой он пал мне на грудь и в безумной тоскове целует ее рыдает но тихо его страняне уходит отцу она так отвечает отец зачем ты мне не дал спокойно пропеть тебе ныне по праву ту песню которую венчают достойно героя бессмертной славы хвала тебе слава отец высоко и ярко горит над тобою святой благодать и зрящее око хвала тебе слава герою гремите тимпаны тверели и норы шумите леса и дубравы склонитесь главами ливанские горы предмужем победы и славы пролейтесь кедро на холодные воды живительной свежую влагой на грудь ротоборцы народной свободы на меч докаленной отвагой да будут вовеки кипеть песнопения и громко от края до края да славит грядущих веков поколенья святыли дела и гипая так пела она и в тимпан ударяя подруги ей вторили хором и звонко катилась их песня живая над мрачным пустынным простором и снова к отцу она речь обратила восторгом глаза ее влещут кипучая радость и юная сила в устах ее свежих трепещу отец я одна у тебя но одна ли я дочь у народа родного уста твои в жертву меня обещали да будет отец я готов что умру мировыми но гордость свободность я жизни своей не жалею что жизнь моя значит преддолей народной что смерть моя значит предми отец мой ты всех ли приводишь обратно кого уводил ты с тобой одна ли погублена жизнь безвозвратно горячей жестокой борьбой один ли отец будет плакать о сыне и матрия одна возрыдает там сотни лежат на кровавой долине их двери степны их терзают по темным обрагам по дернам колючим разносят их трупы немые и в них ведь к блаженству порывом кипучим пылали сердца молодые спокойно беспечно они устремляли свой вдор на грядущие годы их тысячи били и сотни их пари защиту народной свободы тогда же отец умереть мне свободно я жизни своей не жалею что жизнь моя значит преддолей народной что смерть моя значит предми и грибки и бубны тимпаны и дубравы склоните вершины ливанские горы пред мужем победы и славы да будут бобеки звучат песнопенья и громко от края края далеких грядущих времен поколения славят дела идифая два месяца с тоном и песнем печальным дубравы и горы внимали то дочь и ефая приветом прощали и с нею подруги блуждали по рощам долинам и пожить им того и дочь к ефаю явилась и кротко сказала отец я готова алтарь задымился свершилось вот я теперь заново прослушал и он здесь нужно сказать считать дальше прочитай про него что я тут выставил это читал уже так тоже читал этот но это все читал только что так но дальше это тоже читал еще раз прочитать да нет теперь вот дальше это дальше что здесь исполняет овчинник эдуард дмитриевич алтайский театр музыкальной комедии 1964 по 2000 и 90 извините да так сайт овчинников александр дмитриевич 18 апреля 1 1935 год я понимаю это рождение дальше владивосток тире сентябрь 2013 год омск то есть это умер я понял что он умер и почему я решил все это сделать дальше заслуженный артист рсфср от 1602 1981 года вот в это время и я с ним и познакомился в 1954 55 годах учился в московском государственном институте театрального искусства 1955 по 64 годах актер новгородского областного театра драмы солист вокалист ставропольского театра музыкальной комедии пятигорск в коме республиканском музыкально драматического театре сыктывкар был занят в оперетах балетных и оперных постановках с 1966 года занял место ведущего актера в алтайском государственном театре музыкальной комедии с 1964 по 1990 годы в котором выступал в течение 25 лет за это время им было сыграно более 150 ролей написано либретто ко многим спектаклям кавычка человек из легенды о буденном о Сергея Михайловича это Семена Михайловича буденном на музыку Рубановского остров сокровищ по роману Стивенсона на музыку Баневича 1981 год испытание 30-летию победы в Великой Отечественной войне Голубая дама Баневича Рики Тикитави Чудище Волчик в 1990-1995 годах создатель и художественный руководитель маленького музыкального театра в Барнауле в этом театре шли спектакли по произведениям Сергея Есенина и Марии Цветаевой в 1995 году основал театр студию Эдуарда Овчинникова поставил моноспектакль «Черный человек» по собственному либретту написанному по мотивам произведений Сергея Есенина в 1997-1999 годах заведующий литературной частью Алтайского театра музыкальной комедии с 1999 года работал в Омском государственном музыкальном театре театральные работы ну и дальше тут прочитайте какие работы, что он делал ну тут вот еще что я-то ничего этого раньше-то не знал а теперь прочитал ну там меня буден и не интересует и вот что рубанут «Остров сокровищ» по роману Стивенсона ну я думаю и главная роль-то ему досталась и он играет что здесь здесь он как раз играет роль доктора я вчера сразу нашел себе перекопировал увеличил размер букв и стал считать уже третий час книги этой прочитал «Остров сокровищ» мне не приходилось касаться этого я через это пытаюсь увидеть какой он там был он такой сухощавый был но просто вот как он считает так это мы взяли концовку одного и одно стихотворение прочитали я тогда решил ну вот а фрук Семен Григорьевич прочитай кто он такой Семен Григорьевич Фрук идиш там Шимин Фрук 1860 год в колонии Бобровый Кут Херсонская губерния Украина Смерть 1916 год Одесса Русский и еврейский поэт публицист писал главным образом на русском языке и идише также на иврите Биография Семен Фрук родился в 1860 году в еврейской земледельческой колонии Бобровый Кут Херсонской губернии ну и дальше в каком еще темы свои исчерпал откуда из Библии из проповеди пророков перерабатывал и перевоплощая старинные образы и легенды ими пропитано большинство из его стихотворений ну и дальше какое творчество было где похоронен память его это я показал я раньше его не видел вот он какой и жил он шестьдесят это пятьдесят пять лет пятьдесят пять лет гражданство российское род писатель деятельность язык русский иврит и ииш вот пришлось просто найти и поближе познакомиться и вот я тогда решил поехать в музыкальный театр договорился с Сергеем Павловичем Пупковым и он меня туда повез там еще адрес адрес там нет никого я то был у него на дому когда-то ну и на пришли туда там все закрыто не пускают ну видимо готовится там все закрыто подошел такого высокого роста мужчина как охранник вроде бы по форме одетый о кто пришел меня называет увеличает и а я давно хотел вас ближе познакомиться мне много о вас рассказывал сын рассказывал внук мой рассказывал про вас он даже в вашем лагере был ну и я то я то я в первый раз вижу веселое такое лицо открытое и а жена моя вот такая то ух ух у меня первый раз такое в жизни было мы влюблены в одну и ту же женщину оказались он то по плоти был это его дети его именем ну я знаю называют детей своих но я знаю теперь я знаю они много о вас рассказывали и он пошел там я говорю мне нужно директора вот мы пришли таким материалом это ваш работник да да узнали там пришла секретарь потом пришел заместитель директора я говорю мне желательно выступить перед вашим коллективом ну сколько там коллектив там ну 50-70 человек там большой музыкальный музыкальный только как концерт ставит там почти 50 человек там и показать какой среди вас был человек талантливый то если что от него если где-то что-то осталось то что оно а вот тут он себя увековечил буквально он прочитал озвучил всех поэтов читал на дом ко мне приходил это не рядом было и сам приходил никто его не привозил это он ну очень расположен был и потом все таки еще пришел я как-то ему позвонил и вот тут уже был на новом месте где мы были ну я не знаю потом пришел кто-то там по отделу кадров и они внимательно выслушал тоже мы вас слышали вот я говорю мне нужна аудитория чтобы у вас молодые талантливые тут написано молодежи много чтобы они знали с кого барьк пример то у него в жизни только осталось вот это все остальное что он там играл ну кому это нужно то прошлое тем более это все выдуманное ничего этого не было а здесь реально он лучших поэтов озвучил и то что кого я искал и так у меня не очень получалось по разным городам незнакомые надо ехать и а он оказался здесь рядом и вот то что этот ролик выставил я смотрите что сделать у меня чувство благодарности даже к мертвому бог дал как-то увеличить это я даже грешный человек помолился вчера о нем если что господи там вроде походотайствовал за него что можно да ну помоги ему господи где он там находится то я не знаю как он умер не знаю но его добрые дела чтобы вот это чтение размножилось теперь оно размножилось некоторые уже посмотрели послушали я им визитки дал они тоже включили сразу его нашли ну им конечно приятно это было вот так это вчера событие одного дня повторяю одного дня очень необычного ну и когда мы все это сделали я тогда вернулся домой дальше спектакли остров сокровищ остров сокровищ по Стивенсона Эдуард Дмитриевич сыграл роль доктора Ливси я его вчера скопировал и начал считать ну по этому герою это видно как ну если Шарикова Толоконников играл то можно представить было или Тихонов там Чтирлица то ну можно если он играет можно узнать какой он в жизни то ну хотя примерно дальше писали мне вчера что написали Галина Влеськов пишет и это все для него для романа малыша но последнее что могу не выискиваю Христос посылает на каждый день в моем домашнем красном уголке открыть труд епископ Феофан Вышинский Затворник о мудрости человеческой евангельский том 12 страница 72-74 для ромочки с расшифровкой кавычки открыты первый источник толков есть допущение своей человеческой мудрости входить в область веры в качестве решительницы вопросов и законодательной постановительницы определений мудрость человеческая и евангельская две противоположности надобно отказываться от первой чтобы принять второе в этом урок апостола Павла на все времена ибо тут определяется отношение умовых соображений к простоте евангельской истины кавычки закрыты кавычки закрыты вот почему всегда были есть будут такие а именно арии диамиды осиповы стерлиговы невзоровы дмухи а а малыши и до скончания века господи помилуй аминь из очередного вашего ролика о полезнейших наставлениях роме малышу перед выездом в потеряевку кузницу для плоти христианина первое гром малыш читал по пять глав из библии ежедневно второе все предложения отца иакима и ефрейтора в кавычках Игнатия Тихоновича выполнял не выполнив малое получил еще меньше такой путь христос бог ему предопределил не разобрались куда едут зимой идут Сережа Игнатов бродил в природе три дня смех и слезы вот слово сказать он все маршрутка на руках все и ни разу не заглянул и пошел в другую сторону и три дня бродил в окресло ну не три там полтора может быть ночевал у него палатка была лето а нынче вчера только батюшка звонил человек какой-то из Алматы кореец оказался в ботиночках конечно какое у него деяние-то взял такси доехал шестнадцать километров от нас трасса слава Иисусу Христу вот Татьяна Кузьминишина старшая сестра проверяет все ли у меня нормально и такси нанял и поехал ну а дальше что нельзя там дороги нету никакой ну просто сугробы снега ну естественно приехал не валенка ботинки когда сказали человека зарезал я стал так думать и говорю это кто-то ехал из Барнаула кому не разрешено было ни переговоров ничего с ним не было никто самовольно и он должен был доехать я говорю здесь он слез и дальше он увидел железная дорога и он пошел прямо по пояс в снегу в ботинках пошел ясно дело что то гибель одна он дошел до железной дороги и дальше пошел к переезду к переезду там еще километра 2-3 может быть надо было идти по железной дороге и он шел теперь определяют он шел и замерзал он все равно замерз бы и прошел поезд и видимо зато даже тормозил он шел по линии уже не соображал я не знаю кто я теперь уже узнаю что то что я предполагал все так и оказалось ну и они там сообщили дескать там какой-то человек идет по линии то одна идет не не двухколейка то а московский идет поезд другой видимо в другом направлении там и зарезал его у него сто тысяч с собой денег было а тут мол выпустили что отца Акима зарезала там миллионы в карманах были ну и все там баксы говорит ну не знает сто тысяч рублей или чего у него там было ну вот погиб человек Александр обзывать вот смех и слезы не смех и слезы здесь вот она и говорит Сережа Игнатов Сергей Егорович там бродил смех и слезы действительно дальше либо время вылечит либо метла выметит в мозге под ноль и заполнение начнется своей новенькой и приятненькой прелестностью опустила страшное слово прелесть опустила она списала дескать вот сейчас с Романом что случается женщина смотри какую пронзительную ясность Бог ей дает или выметит тебя с мозгом вместе оттуда или вот такое дальше будет заполнишь его тем так схватился за соломинки в чужих глазах то есть он подыскивается сейчас под меня и что интересно птица светается подобной связи сегодня ночью сейчас и говорим ночью он снова скинул материалы враги сразу пощуяли падаль и как вот стервятники кинули сейчас к нему и они говорят я сейчас дескать Игнатий это не публикует как не публикует ну матерки я не буду публиковать ну не годится это ну тут что лишнее я выбросил если где-то что-то там было а теперь сейчас будем как раз смотреть что ему за ночь было раз они на него вышли то ясное дело они его считают своим братом называют враги отовсюду они на запах идут дальше эх брат роман покаяние двери отверзи плюс тему о роме малыша для себя закрыла баста по итальянски это хватит да всем радоваться неустанно молиться и благодарить бога за все аминь Екатерине Говорунье поклон за имя мое в ее синодике включая ее в свой спаси Христос Говорунье дальше по правилу Екатерине Голубей воркующей Голубке сестре Наталья Чернова мир вам Игнатий Тихонович разговаривала со своей мамой о таком грехе как аборт что грех это несомненно потом мы перешли на кошелек на кошек ой на кошек на кошек что их топят сразу как родятся это вроде как я помню вы говорили когда рыжая родила что топить надо сразу и грех их оставлять и бросать мама спросила почему тогда котят топить можно а аборт делать нельзя я сказала что спрошу у вас я ей много говорю какие то ваши высказывания или что вы говорили нам и в лагере или по скайпу она прислушивается так же рассказала ей о смешении языков и народов и мужу и детям хорошая пища для размышления спаси вас христос люблю вас и всегда помню вот у нас она в отдельном иосифом домике жила с Ильей своим сыном нынче в гостях гостила в лагере то нету я отмечаю ей если человек не делает различия между человеком сотворенным по образу божию обладающему бессмертной душой и готовящемуся предстать пред своим владыкой на страшный суд божий что нет вроде бы разницы с животными с кошкой то тогда ему как дикарю разницы нет из чего будут котлетки делать и праведен страх Робинзона Круза когда он увидел след человека на необитаемом острове ты понял к чему я пишу это ну они съедают съедают и для них разницы нету это не творение ну да нас ели и все дальше Валентина Сартисон Мирова вот смотрю ролики бесед с Романом Малыш двухлетней давности и плакать хочется что же случилось с тобой дорогой Роман в тех недавних видео не увидела ни малейшего намека на сегодняшнего Романа он изменился не мы он изменился какой-то тайный грех где-то крещение принял исповедовался теперь все вся патриархия это обман еретики патриарх еретик отца Акима из ННН узнал что там где-то